Привет, ребята! Опять меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня все-таки опять укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы будем также продолжать рассматривать тему боя, а именно отвечу сегодня на самые важные, наверное, пожалуй, вопросы. Как разнообразить бой, как уложить бой на аккорды, сколько играть рисунок боя на один аккорд и тому подобное. Поэтому, если вы не смотрели первую часть, обязательно посмотрите, сейчас вышла подсказочка, посмотрите первую часть и возвращайтесь ко мне. Ну, а мы начинаем! Разбор на укулеле! Для начала давайте узнаем, какие же бывают самые распространенные рисунки боя. Вы, наверное, не поверите, но существует всего около пяти рисунков боя, которые пользуются все начинающие укулелисты. Первый рисунок. Удары вниз. Второй рисунок. Удары вниз и вверх. Третий рисунок. Удары вниз, вверх-вниз, заглушка. Четвертый рисунок. Мой самый любимый, и это бой шестерка. И пятый рисунок. Вниз, вверх-вниз, заглушка. Вверх-вниз, вверх, заглушка. И как раз вот эти рисунки с вероятностью 99% подойдут к любой песне. Далее рассмотрим вопрос, как же можно разнообразить любой бой. Как я и говорила уже в первой части, есть всего, наверное, три варианта, самых распространенных, по крайней мере, как можно разбавить свой бой. Допустим, мы до этого играли просто ударов вниз-сверх. Теперь мы можем добавить заглушку. Что такое заглушка, я также рассказывала в предыдущей серии. Также мы можем применять паузу. Ну и, конечно же, мы можем применять акцент на удар. Разбор на укулеле. А теперь перейдем к практике, как же подобрать бой к песне. Для начала возьмите песню на русском языке, посмотрите, чтобы там были самые простые аккорды, потому что нам сейчас работать именно с боем, чтобы мы больше не путались и не думали, блин, какой аккорд следующий. Я, например, возьму песню «Гречки, люби меня». Рассмотрим первый куплет. Для начала, чтобы вообще понять, что за бой нам применять к этой песне, нам нужно расставить акценты на слоги. Для начала мы должны понять, на какие же слоги нам менять аккорд. Есть несколько способов это сделать. Первым мы можем просто послушать эту песню, услышать, на какие же аккорды, в какие места переходит исполнитель. Или же просто ударами вниз начать ее петь. Например. Непокорная моя любовь. То есть мы можем услышать, что в этой строчке я ухожу на аккорд С, на слово «непокорная», слог «корная», дальше «мая» на «оя» и «любовь». Когда мы слышим эти слоги, мы их или подчеркиваем, или выделяем жирным шрифтом. И зачем мы это делаем, я вам расскажу чуть позже. И таким образом мы делаем целый куплет. И у меня получается. Непокорная моя любовь, любит не меня уже который год. Те же стены и цветы, те же люди и стихи, те же мысли и слова, слух. То есть что я сейчас сделала? В первом куплете я увидел слоги, на которые нужно сыграть аккорд. Теперь мы играем этот куплет и обращаем внимание на слоги, на которые мы переходим. Играть мы будем просто ударом вниз. Непокорная моя любовь. И таким образом весь куплет. Разбор на укулеле. Теперь я могу играть два удара на один аккорд. И получится. Непокорная моя любовь. Теперь я беру бой посложнее. Вниз, вверх, вниз. Непокорная моя любовь. И таким образом опять целый куплет. А теперь я возьму бой посложнее с заглушкой. Непокорная моя любовь. Возьму теперь самый мой любимый бой, бой шестерка. Непокорная моя любовь. Теперь возьмем супер хардкорный и дворовой бой. Непокорная моя любовь. У вас может возникнуть вопрос. Дарья, а как же мне петь и играть бой, не сбиваясь? Для того, чтобы одновременно научиться играть и петь, вам для начала нужно выучить бой. Это самое важное. Что-то тут мы выучили. Теперь мы пока без пения. Соединяем это все с аккордами. Сыграли первое предложение из первого куплета. С таким боем. Теперь пытаемся петь про себя. И уже если у нас это получается, соединяем все с пением. Непокорная моя любовь. И так мы учим все рисунки боя. Не пытайтесь сразу играть бой шестерка. Бой шестерка для вас будет для начала очень сложен. Для начала возьмите лучше самые простые рисунки. Как просто удар вниз, так и вниз, вверх, вниз. Если мы отлично знаем, когда мы переходим на какой аккорд, на какой слог. Если мы отлично знаем бой, рисунок именно боя. То нам не составит труда это услышать. Мы в медленном опять же темпе начинаем играть песню. Непокорная. То есть я понимаю, что вот этот рисунок у меня идеально ложится на каждый аккорд. И с простой математики я понимаю, что на один аккорд я играю один раз бой. То же самое и с другим боем. Непокорная моя любовь. Но для того, чтобы услышать, сколько раз играть бой на какой-то аккорд, для этого нужно сделать предыдущие действия. То есть мы учим песню от простого боя к сложному. Разбор на укулеле. Также может возникнуть проблема, что мы взяли какой-то бой. Ну, допустим, заглушка тот же самый. Начинаю петь. И когда я начинаю именно петь, я сбиваюсь. Это значит, что мы не до конца выучили бой. Да, это все, конечно, приходит с практикой. Это все понятно, все логично. Поэтому больше играйте просто бой, учитывая все факторы. Как я держу руку, правильно ли я играю рисунок. И уже тогда, в медленном тэпе, когда я это все соединяю, у меня уже все будет получаться. Допустим, я взяла какую-то песню, подобрала из этого даже списка. И у меня получилось, что все рисунки боя у меня как бы подходят к этой песне. Что же мне делать? Всегда нужно учитывать, что это за песня. То есть она лиричная или какой куплет я играю. То есть я же не буду сразу брать бой шестерку в первом куплете. Потому что первый куплет это только начало песни. Поэтому лучше всего взять простой бой. То есть ничего страшного, если вы просто начнете играть удары вниз в первом куплете. И уже позже мы можем брать уже другие рисунки, чтобы было какое-то развитие песни. Тоже учитывайте этот фактор. Допустим, в первом куплете я могу сыграть просто удары вниз. А уже постепенно во втором куплете я могу взять уже другой бой. Нам никто это не запрещает. Даже если вы знаете самые распространенные рисунки, которые я вам показала сейчас. Но мы взяли несколько рисунков в одной песне. Это намного будет звучать круче. И все подумают, вау, какой вы профессионал. Разбор на укулеле. От чего зависит, какой бой брать. У нас есть несколько вариантов боя, которые мы придумали, которые мы знаем. И начинаем просто перебирать, подходит ли к этой песне. Ложится ли у меня рисунок на каждый аккорд. Подобрали мы, значит, несколько вариантов, которые все подходят. И мы уже из своих предпочтений, которые мне бой больше нравятся, или которые у меня больше получается, тот и беру. Но, конечно, учитывайте, если у нас песня лирическая, не нужно ее играть дворовым боем. Вот это. Это какой-то цой на минималках. Допустим, возьму я сейчас бой. И сейчас попытаюсь это все совместить с аккордами песни. Также может возникнуть вопрос, а как же распределить бой на аккорды. Так получилось, что рисунок у меня большой, и я его поделила на каждый аккорд. Первую часть я сыграла на один аккорд. А вторую часть на второй аккорд. Такое тоже может быть. Если у нас рисунок длинный, то, возможно, его придется делить на несколько аккордов. А если у нас рисунок короткий, или то он с легкостью поместится на один аккорд. Ну а на этом сегодня все. Спасибо большое за просмотр. Если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, конечно же, пишите в комментарии, я отвечу все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируем, естественно. И вообще скажите, как вам разборы, все ли вы поняли. Также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения моих новых видео. Ну а впереди у нас еще разбор про перебор и полноценный алгоритм действий, как же выучить песню от А до Я. Поэтому оставайся со мной. Меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok